всем привет blender 2 81 и ролик просто так прогулка по той информации которая была найдена раньше позже именно в интернете в ютюбе и в письменном виде уже в яндексе и в картинках конечно куда без них так давайте что-нибудь тут по поделаем английская n screen caskey чтобы вы видели именно что я нажимаю единица на нам поди поработаем немножко с кубом и поднимем с помощью мов так теперь транспозом можно и вот так вот сплюснуть вот так вот вытянуть и немножко приподнять ну а теперь shift d и вот так вот оттягиваем устанавливаем shift d щелчок левой кнопкой мыши и оттягиваем shift d щелчок вот так вот можно продолжать ну так же можно все это дело shift d немножко перекручивать семерка на нам поди и вот так вот g можно вот сюда оттянуть немножко r еще как-то вот так боком поставить и shift d вот так вот shift d щелчок g оттянуть ну типа домино ну и единица на нам поди теперь ставим всему этому риджи боди физики каждой вот этой вот домино таким образом продолжаем актив актив ну и нажимаем теперь play все падает оно и должно падать потому что у нас нет столкновения нет пола то бишь пассива это добавляем мэш план ставим с английскую прибавляем и g немножко все это делать перетягиваем таким образом и ставим риджи боди теперь не актив а пассив ну и происходит вот такая штука вот они стоят шатаются а почему потому что нужно теперь вот эту вот одну штуку r вот так вот подкрутить и и немножко так возвращаемся назад и немножко да вот так вот р наклоняем и пробуем что получится бац и вот теперь они все падают прикольная вот такая штука ставим теперь 80 так сколько тут у нас выходит 97 кадров enter назначаем вот этому полу новый материал цвет будет зеленый так а вот этим домино ставим цвет серый какой-нибудь ну так где то смотрим рендер что тут у нас получается какой внешний вид будет вот такая штука получилась ничего так симпатично единица на нампаде возвращаемся теперь на первый кадр и можно добавить вот этой домино поставим физики именно смог мотаем вниз и ставим флоу и вот это и ставим тоже или вот давайте вот этой поставим тоже смог и поставим внизу флоу мотаем это и ставим флоу и вот этой первой ставим дым ну оставляем словом дым так смотрим что получилось включаем play все это дело падает ничего не происходит потому что нужно теперь добавить добавить меш и добавить куб или нажать f3 высветится вот такое окно и набрать здесь английскими буквами queen quick smoke вот ставим и вот у нас появляется уже куб он уже именно физики стоит как дым вот она и донат domain вот теперь если включить то получится вот такая штука все падает можно поставить теперь вот так s побольше g и перетянуть ее где то вот сюда единица на нампаде g немножко опустить ну и смотрим как это все дело будет получаться так смотрим что да как почему так вот он сам эту штукенцию назначил смотрим что тут у него установки какие это domain а этот флоу смог вот все загорается все прогналась что тут теперь вот дым и огонь чтобы дым оставался в кубе нужно теперь зайти вот в эту вкладку именно смог и найти вот это бондер коллизия и закрыть ее и вот теперь опять же прогоняем до конца проходит и вот пошел дым кверху подниматься и огонь сейчас вот дым поднимется и клуб останется именно в кубе вот вы видите что вверху он остается и растекается по стенкам ну прикольная штука так что еще ну давайте под настроим камеру 0 на нампаде g 0 нажимаем так g камеру немножко уводим где-то вот сюда и вот так сбоку поставим 0 нажимаем и английская g вот так вот можно все это дело выровнять немножко еще уводим g назад ее 0 g и вот таким вот образом все это дело будет происходить также можно вот это если этот куб убрать нажать делить и добавить просто свой куб так сейчас я вот переключусь на план так что у нас тут актив ну назад вернемся и посмотрим что теперь произойдет add mesh нажмем куб с английская увеличиваем смотрим что так с немножко можно уменьшить и g вот сюда ее подставить и назначить ему уже смог и назначить domain вот уже то же самое что мы автоматически вставили ну и смотрим что происходит все так же загорается все так же падает единство что вот open нужно закрыть так камера установлена свет давайте теперь g заведем сюда и поставим настройках солнце где-то поставим давайте 20000 ну и свет пускай наверно пока белый остается так смотрим как ее тут установить немножко в бок вот так вот увести и r немножко приподнять так все это теперь назад также можно добавить в это заходим force field добавляем винт это вентилятор g ставим r с английскую увеличиваем и находим этот вентилятор в физике так вот он винт ставим ему допустим 20 и а здесь ставим 3000 а здесь ставим 3000 так смотрим как все это дело происходит ну вот дым вы видите что уходит в бок здесь можно еще немножко подкрутить вот так вот вот таким вот образом все происходит также можно здесь же добавить так force field добавить смог flow и добавить вортекс вот этот завихрение он будет делать снизу давайте его поставим и g вниз его уведем вот он здесь внизу находится с делаем побольше ну и опять же смотрим что будет происходить ну и ну теперь немножко под настроем ну допустим 12000 поставим вот он его уже начинает крутить вертеть ну и так же можно ему поставить вот это force field и вот это турбулентность так g вот она сбоку турбулентность s немножко можно прибавить g где-то вот тут ее поставить и под настроить тоже так поставить допустим ну 2000 а здесь поставить 200 смотрим ну вот теперь уже все крутится пламя хорошее все падает завихрение еще можно поднастроить это уже можете полазить попробовать сами так теперь зайдем в шейдер переключимся на вот этот вот рендер и зайдем в шейдеры вот так находим вот этот вот куб жмем новый материал ему так вот сейчас побольше поставлю чтоб вы видели так вот эту базовую удаляем делить на клавиатуре и находим в add так ctrl z вот это вот только одно удаляем делить и заходим в add находим input находим так сначала шейдеры находим в принципе волум вот этот ставим его где-то вот тут опять заходим теперь конвертеры находим map match вот этот находим теперь input находим атрибюты и заходим в color текстуру найти нужно вот эту функцию сейчас покажу эмиссия так где она тут спряталась шейдер эмиссия вот она эмиссию ставим вот сюда и вот сюда нужно добавить еще эмиссию конвертер add конвертер add шейдер вот этот вот сюда и вот нужно их теперь соединить здесь фак соединяем вот с этой частью волу соединяем с нижней частью с этой так теперь эмиссию соединяем с шейдером и вот это вот тоже волу соединяем с шейдером а вот эту соединяем с волу здесь внизу ставим значит мультиплей волу ставим 5000 и здесь немножко наименование написать надо назвать две пятерки и выберем цвет для нашего именно дыма вот пусть будет синий так что еще ну вот эту можно дин или прибавить чуть-чуть вот так вот смотрим player play что тут происходит вот теперь вы видите что на рендере появилось все вот это дым огонь и так далее вот огонь надо еще там тоже шейдером поднастроить ну пока вот один дым получается получилось сделать так что еще смотрим теперь настройку камеры на ноль вот так все это дело выглядит что что еще можно сделать теперь надо файл этот сохранить ну опять же тут настроек очень много вот этих вот вентилятора завихрений вот этого куба это уже там можете понажимать что-нибудь поэкспериментировать так теперь все это дело сохраняем файл save as и на рабочий стол куда-нибудь или в папку сохраняем файл и заходим теперь именно опять же физику и находим вот эту вот кетч нажимаем ее и ставим так у нас 97 кадров здесь поставим 97 кадров и все это дело запечем в бак вот сейчас она все это дело прогоняет и потом посмотрим что получится нажимаем play и вот дым пошел все падает все нормально останавливаем приблизительно где-то вот в таком духе и нужно посмотреть теперь рендер что вообще получилось так нажимаем вот эту функцию и жмем темп на рабочий стол чтоб все сохраняло ацепт применили что тут еще есть формат png словом все настроено так здесь вот можно вверху размер камеры выставить допустим квадратную сделать там вытянутую широкоэкранную здесь вот рендер 64 можно поставить давайте 120 120 ну и тут можно 120 поставить так вот эти функции тоже очень много роли играют screen space perfection motion blur и shadow вот это вот здесь можно еще cut size пиксели поставить нам нужно уменьшить еще вот это вот пиксели ищем volumetric вот volumetric 8 пикселей стоит поставим 2 пикселя start 1 end 100 метров или как их называют здесь немножко можно понесить и simple вот это вот simple немножко прибавить допустим так что тут еще есть включаем volumetric shadow вот этот 16 пусть пока постоит ну и посмотрим рендер как выйдет так render image получился вот такой вот результат нужно тут поднастроить еще сделать задний фон как его сделать давайте посмотрим так заходим вот в эту функцию world properties и вот здесь вот background можно поставить задний фон вот допустим синий переключаемся на viewport shading здесь вот все по блатнячему вот теперь задний фон будет синим можно его сделать любым зеленым красным так что еще тут можно сделать чтобы задний фон вообще отсутствовал заходим вот в эту функцию сейчас вот в эту функцию и находим в эту вот функцию и находим сейчас где она тут была именно film вот это пленка и ставим transparent когда мы включаем вы видите что задний фон отсутствует будет белым и вот так вот будет все это дело выглядеть реалистичнее тени и так далее здесь можно еще все поднастраивать опять же много чего можно тут добавлять ну и попробуем давайте еще раз сделать рендер так 0 на нам пади давайте камеру опять же изменим сделаем камеру где-то 512 512 enter так это вид какой уже будет вот вытянуты давайте ее оставим и g немножко вот так вот где-то вот такая штука ну вот теперь можно делать опять render заходим и жмем render image вот теперь все вот так вот происходит смотрим что тут да как вышло произойдет вы видите все красочно но почему-то нет дыма запомним косяк выключаем включаем вот этот render и смотрим теперь render и смотрим что тут да как произойдет теперь ну вот теперь ну дым тоже отсутствует нужно наверное прогнать вот таким вот образом остановить и попробовать сделать рендер теперь ну вот теперь он рендер с дымом дым можно также в шейдерах в шейдинге вот в этом сделать чуть-чуть послабее чтобы он такой был типа как туман можно можно его вот так вот в плане делать плотным заходим так сохранять как вот это все дело заходим в image и находим save as нажимаем выбираем рабочий стол здесь вот png и save as image вот можно его сохранить также можно выбрать здесь формат так это save as и смотрим вот в углу формат допустим jpeg ну опять же на рабочий стол сохраняем так ноль на numpad заходим теперь выбираем вот эту вот коллизию и находим шейдинги и что здесь можно сделать а вот можно поднастроить именно дым он настраивается вот в этой функции делайте здесь вот где-то побольше где-то поменьше видимость вот так вот раз вот дым уже вот и огонь появился все вот в этих настройках вот теперь дым с огнем ну вообще жесть все нормально все заработало так что еще можно в этом ролике подчеркнуть ну в принципе ничего такого уже настройки смотрите физики вот здесь вот более-менее вот здесь вот можно темплей поставить по нолям вот так теперь если вы начинаете здесь включать play то вот можно немножко перемотку сделать и он сначала начнет уже по новой делать вот этот значок туда-сюда и вот она пошла и загорелась и дым пошел дым уже поплотнее стал огонь стал закрывать тоже все это дело надо поднастроить чтобы более-менее домино было видно ну и так можно записать и анимацию опять же анимация пишется заходите вот в эту функцию находите опять же вот эту тмп и здесь вот ставите за место png формат mpeg avi avi вот этот вот и все будет уже записываться именно рендер рендер анимация если поставить стереокопии вот эту вот то будет и записываться звук ну вот все что хотелось попробовать и чтобы вы помогли все это дело обсудить кто то что то знает опять же подсоединяйтесь присоединяйтесь именно обсуждению что тут еще можно сделать ошибки какие что не так все всем пока до свидания